В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Реконструкция парка имени Зернова и ремонт школьного стадиона состоялось в выездное заседание Думского комитета. На страже безопасности дорожного движения 3 июля в России отмечаются деньги БДД. Придумать за 48 часов в Сарове стартовал хакатон по разработке сервисов и приложений Горд в кармане. Далее расскажем обо всем подробно. В рамках выездного заседания Комитета по городоспроительству и имущественным отношениям депутаты проверили ход работ по реконструкции парка имени Зернова и ремонт стадиона между 14 и 16 школами. Напомним, что 100 миллионов рублей с федерального бюджета на благоустройство городского парка и набережной реки Садис Саров получил по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Основные объекты парка Зернова, которые подлежат реконструкции, это входная группа напротив стадиона и центральная аллея, продолжением которой станет лестничный спуск к пойме реки Садис. Официально работы здесь стартовали около месяца назад. На территории будущей набережной снят растительный грунт и выполнена предварительная разбивка. Основные работы пока еще не ведутся, не приступали. Не можем пока найти подрядчика. Это на электрику, это не наши профильные работы. Ну и есть у нас сложность с выполнением работ по устройству лестницы, потому что на сегодняшний день пока еще не получено разрешение на валку деревьев. Разрешение на вырубку деревьев может быть получено только в случае стопроцентной оплаты суммы компенсации за уничтожение лесных насаждений. Средства на эти цели из Министерства жилищно-коммунального хозяйства еще не поступили. Скажется ли это на сроках завершения реконструкции, обозначенных в контракте? Представители администрации уверили, что ситуация под контролем. Мы понимаем, что контракт у нас заканчивается 27-11, но учитывая тот опыт, который мы уже получали на предыдущих объектах, работу нужно выполнить в теплый период времени. Набережная реки Садис будет выложена брусчаткой. К работам по реконструкции поймы планируется привлечь ресурсы малого и среднего бизнеса. На берегу появятся спортивные площадки, зона общепита и лодочная станция. При строительстве сохранится естественный берег. Здесь предполагается рубка только тех деревьев, которые будут под эти площадки. Дальше дорожка идет вдоль берега, все остальные деревья, они останутся. Берег будет очень естественный, живой, с деревьями, с тенью. Стадион между 14-й и 16-й школами должен быть реконструирован до начала нового учебного года. Сейчас площадки асфальтируют, устанавливают ограждения, приступают к укладке покрытия из резиновой крошки. Срок сдачи объекта – 1 августа текущего года. Новый стадион перейдет в ведение 16-й школы. Жители микрорайона смогут посещать после того, как будет установлен график для 16-й школы и для 14-й. У нас порядка 900 детей, в 14-й немножко поменьше, поэтому уроки физкультуры нам надо отработать полностью и внеурочные занятия. После реконструкции стадиона между 14-й и 16-й школами планируется обновить спортивные площадки 7-й и 12-й школ. Соответствующие предложения депутаты внесут в бюджет 2020 года. Это и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Деньги БДД России – праздник сравнительно молодой. Его история началась чуть более 80 лет назад. В 1936 году постановлением Совета народных комиссаров Советского Союза была создана Государственная автоинспекция. Сегодня стражи дорог не только регулируют движение и пресекают нарушения, но и проводят целый комплекс мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения. Взмах жезла и машина прижимается к обочине. Проверка документов. Инспектор ДПС Антон Гольцман на службе в парадной форме. Сегодня у стражей дорог профессиональный праздник – День образования ГИБДД. И Антон его проведет на боевом посту. Отмечать будет потом. Главное – это обеспечить безопасность дорожного движения в родном городе. Мы проводим ежедневную профилактику, беседу и с правонарушителями, и в общем плане. То есть я считаю, что город у нас в этом плане законопослушный граждан. Рабочая смена без сообщений об авариях для инспектора ДПС уже праздник. Это значит, что профилактические меры сыграли свою роль, и все водители и пассажиры вернулись домой здоровыми. И своим коллегам Антон Гольцман желает только спокойных дежурств. Хочу пожелать успехов дальнейшей службе. Звания, зарплаты побольше. Ну и, конечно, здоровья, счастья близким. А начался праздничный день в ГИБДД с теплых слов от руководства и торжественной церемонии награждения. Сотрудников поздравили и вручили памятные медали 300 лет полиции, почетные грамоты от администрации и муниципального управления МВД Сарова. В этот прекрасный праздник хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия, чтобы все вы шли на службу с удовольствием, а за службу еще с большим удовольствием, чтобы вас всегда дома ждали ваши родные и близкие люди. Статистика свидетельствует, что в последние годы сократилось число погибших ДТП и уменьшилось число пьяных аварий. Но уровень аварийности по-прежнему остается высоким. Это значит, что стражи дорог продолжат проводить спецоперации и профилактические мероприятия, направленные на снижение правонарушения. Так что работы с сотрудником ГАИ всегда хватает. После ликвидации аварии восстановлено телевизионное вещание канала 16 и Саров-24 в пакете ТКС. Для приема сигнала пользователям нужно запустить ручную или автоматическую настройку каналов на своих телевизорах. После перенастройки канал 16 и Саров-24 будут находиться на новых кнопках. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Глава города Александр Тихонов проведет личный прием граждан. Встреча запланирована на 26 июля. Глава города будет принимать саровчан в здании Думы и администрации. Записаться на встречу можно по телефону 9-77-73. Налоговая служба Нижегородской области сообщила об изменении графика работы. В этом месяце субботние приемы и обслуживания граждан пройдут 6 и 20 июля. В эти дни налогоплательщики традиционно смогут получить услуги по приему налоговой декларации и обращений в письменной форме, приему заявлений и выдаче справок о состоянии расчетов с бюджетом, а также об исполнении обязанности, об уплате налогов. Воспитанница спортивной школы ИКАР привезли домой награды всероссийских соревнований. На днях в Челябинске подвели итоги первой со стороны по легкой атлетике среди юношей и девушек. В честь нашего города защищали подопечные тренеров Марина Мачкаева и Алексея Колганова, Мария Девяткина и Евгения Иришева. Девушки поднялись на вторую ступень педестала почета, успешно выступив в составе сборной команды Нижегородской области в эстафете 4 по 400 метров. Кроме того, Мария Девяткина завоевала серебро в одиночном забеге на 400 метров. Принять активное участие в развитии города и помочь Сарову стать лучше. В молодежном центре стартовал хакатон для разработчиков «Город в кармане». Организаторы подготовили для участников кейсы, решение которых должно помочь справиться с основными проблемами города. Подробности далее. Три актуальных городских проблемы и всего 48 часов на их решение. «Город в кармане» – это марафон хакатона в сфере информационных технологий, который стартовал в нашей стране всего месяц назад. В нашем городе в нем приняли участие пять команд. Это студенты Саровского физико-технического института, это несколько команд, которые представляют Российский федеральный ядерный центр, вольные художники, предприниматели города. Есть команда, собранная сборная из сотрудников НИЭФ и телефонной компании Сарова. Хакатон проходит в рамках федеральной программы «100 городских лидеров» и охватывает пять городов – Саров, Железногорск, Якутск, Йошкар-Ола и Тюмень. Это первый в России марафон хакатонов по разработке приложений и сервисов, главная цель которого – помочь сделать жизнь в городе лучше. Главной мотивацией является то, что вы становитесь разработчиком своего города. В первую очередь вы являетесь тем человеком, который способен сейчас поменять что-то в своем городе, вот именно здесь и сейчас, за ближайшие 48 часов. Командам были выданы три заранее подготовленных кейса, по которым им предстоит работать. Первый – оценка объемов мусора. Второй – посвятили организации дорожного движения в городе и назвали «Умный светофор». Третий – связан с оптимизацией графика пассажирских перевозок в городе. Мы говорим участникам, что давайте попытаемся равномерно загрузить автобусы, которые у нас сегодня находятся на маршрутах, и в то же время минимизировать время ожидания этих автобусов для пассажиров. Все свои разработки участники представят на суд экспертом. Они оценят степень проработки вопроса, эффективность предложенных способов и стоимость их реализации. По итогам Хакатона будут выбраны три команды победителя, которые разделят между собой призовой фонд размером 100 тысяч рублей. В рубрику «Городской дозор» обратились жители дома 21 по улице Силкина. Отмостка пятиэтажки, в которой они живут, провалилась и образовалась воронка. Жители опасаются, что если не предпринимать никаких мер, по дому пойдут трещины, которые будут угрожать безопасному проживанию. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Дома на улице Силкин 21 уже более 40 лет. Последние годы жители жаловались на постоянное залитие. Вода лилась из мусорокамеры, к тому же не было грамотно организованного водоотвода с крыши. Мы заметили, что под водосточной трубой грунт прогибался, прогнулся, но жёлоб был ещё целый. А когда жёлоб кусочек отвалился, стало заметно, что там пустота. Жители рассказали, что неоднократно обращались в свою управляющую компанию, говорили о дыре, которая становится всё глубже. Рабочие периодически устраняли видимые нарушения, а потом отремонтировали мусорокамеру, из которой поступала часть воды. Оттуда течь перестала. Однако провал рядом с фундаментом, возможно, уже имел серьёзные последствия. И у нас было такое, что горизонтальные трещины были, причём трещины значительные. Весь этот ремонт сводился к тому, что их заштукатуривали, закрашивали и всё. Фундаментами никто не занимался. Самим провалом начали заниматься тогда, когда к проблеме подключилась депутат округа Людмила Колотухина. Рабочие скололи висящие куски, начали засыпать яму, привезли водосточную трубу. Однако текущего ремонта может быть недостаточно. Здесь, видимо, надо срочно принимать решение, либо за счёт средств МУП «Центр ЖКХ» осуществлять ремонт от моста и установление ливнёвки у каждого подъезда, либо пересматривать краткосрочный план капитального ремонта. В управляющей компании нам пояснили, что был сломан водоотвод. Сейчас проблему устраняют. В ближайшее время яму засыпят щебнем, уплотнят грунт и сделают отмостку. В подвале трещин нет. Специалисты наблюдают за состоянием дома. Канал 16 будет следить за развитием событий. В Сарове проходит 71-й чемпионат города по футболу. В этом году любительские сборные городских организаций разделили на две лиги. Соревнования проходят по круговой системе. В матчах шестого круга встретились команды «Динамо ВЧ» и «Буревестник». О том, как складывалась игра соперников на футбольном поле, расскажем далее. Ежегодный чемпионат города Сарова по футболу стартовал в начале лета. В этом году в нем принимает участие 11 команд, которые состоят как из опытных игроков, так и тех, кто только пробует свои силы во взрослых соревнованиях. В очередном матче давние соперники «Буревестник» и «Динамо ВЧ» выясняли, кто окажется сильнее и займет лидирующую позицию в турнирной таблице. Если говорить о «Динамо», то понятно, там это люди военные, у них хорошая физическая подготовка, они хорошо бегут, хорошо видят поле и так далее. А если касаться «Буревестника», то там просто очень много опытных игроков, которые играли и за город на область и так далее. То есть, в целом вот так. Счет открыла команда «Динамо ВЧ», забив мяч в ворота соперника уже на второй минуте. Но вскоре «Буревестник» сравнял счет, а к концу первого тайма и вовсе завладел преимуществом. Первый тайм довольно равная игра у нас получилась, хотя у нас было побольше, я считаю, моментов. Ну, два забили, хорошо. Плохо, что один пропустили. Стараемся больше не пропускать, а больше забили. Во время перерыва игроки команды «Динамо ВЧ» проанализировали свои ошибки и во втором отрезке матча попытались выруть победу у соперника. Забили быстрый мяч, потом немножко подсели, не разбери их в обороне было. Пропустили два безответных мяча. Очень печально, сейчас выровняем ситуацию, все нормально будет. Но и во втором тайме «Буревестник» не отдавал лидерство и отправил в ворота военных еще два мяча. Ни вырваться вперед, ни даже сравнять счет команде «Динамо ВЧ» не удалось. Игра закончилась со счетом 4-1 в пользу «Буревестника». Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. 6 и 7 июля в ветеринарном центре «Свой доктор» будет проводить прием заместитель декана ветеринарного факультета Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Михаил Горин. Он практикующий хирург и доцент кафедры анатомии, хирургии и внутренней незаразной болезни. О том, как записаться на профилактический осмотр к специалисту, расскажем в следующем репортаже. Немецкая овчарка или британская короткошерстная кошка. В ветеринарном центре «Свой доктор» одинаково профессионально осмотрит любого питомца. Руководители ветклиники часто приглашают врачей из области и других регионов для того, чтобы специалисты оказали квалифицированную помощь домашним животным саровчан. У нас неплохие контакты с Нижним Новгородом, в частности с Северпостакадемией ветеринарным факультетом. С Чвала Александром Викторовичем, деканом ветераном факультета и заместителем декана Горином Михаилом Александровичем, который в настоящее время, 6-7 июля, приезжает к нам осуществлять прием и операции по показаниям. Доцент кафедры Нижегородской сельхозакадемии, кандидат ветеринарных наук Михаил Горин помогает четвероногим уже более 7 лет. В Саров он приедет не первый раз. В прошлый свой визит доктор провел несколько сложных операций, которые связаны с онкологией и другими серьезными заболеваниями. Для города распространены системные заболевания, мочеполовой системы, цистит, мочекаменная болезнь, а также сезонные заболевания, это пероплазмоз у собак. Михаил Горин будет принимать четвероногих пациентов 6 и 7 июля в ветцентре «Свой доктор» по адресу улицы Зернова, 65. Записаться на приемы и операции можно по телефону 3-79-01, 8-908-762-0901 или в официальной группе ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.